Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Страшный пожар в барнаульской пятиэтажке. Где пострадавших? Вы кто? Пострадавших нету? Один только пострадавший? Все, слава богу, жили. Спасатели тушили огонь более 10 часов. Непростой вопрос. В Барнауле коллегия присяжных начала рассматривать дело об убийстве Михаила Седова. Выбросил с пятого этажа. Барнаульцы осуждают мужчину-живодера. Где пострадавших находятся? Телевидение «Толк». Одного только увезли? Пострадавших нету. Один только пострадавший. Северо-Власихинская, 60. Спальный район города. Обычно здесь спокойствие и тишина. Но вчера вечером тишину нарушил сильный пожар. В доме загорелась квартира на пятом этаже. Пламя стремительно перекинулось на крышу. В результате к дому стянулись все силовые службы города. Больше 70 огнеборцев и 25 единиц техники. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Жители всего дома экстренно эвакуировали. Люди выбегали на улицы кто в чем был, захватив с собой самое ценное. Дома был. Не знаю, дома сидел, все интернет отрубило. Я думаю, что такое. Ну и хлопки такие, так-так-так маленькие были. Ну, с крыши лопалось или что там. Открываю окно, смотрю, заседний подъезд, кровля. Там уже дым валит во все. Там столбом прям было. Пока выбегал, кота под руки побежал. В первую очередь взял, попавшиеся документы, паспорты и все там. Все, сорта, в чем был-то. А некоторые даже это сделать не успели. Дерев вскрыли, кота не может дойти. Стояли все с ключами. Ну, в общем, воды. Я зашла. Дышать там нечем, потому что сырость. Вода-то горячая. Хоть и мойся. Потому что крыша все это. Огонь. Огонь пошел. Уже через час после пожара в школе 127 развернули пункт временного размещения. На месте ЧП приехал и глава города Сергей Дугин. Он рассказал, что все пострадавшие могут здесь переночевать. Для них созданы все условия – вода и горячее питание. Останется тогда. Если некуда идти, тогда пойдут сюда и будем их. А сколько человек, скажите? Где? Вообще в пункте временного. 50. Вот 30 кроватей мы развернули. Вот еще. 20 вот есть. Готовы еще. Люди не расходились до самой полуночи. Они смотрели, как пожарные разверают кровлю. Рабочий процесс развернулся даже на детской площадке. Вот фонари, вода. А в полуночи людей наконец-то начали запускать, забирать документы. До самого утра пожарные работали на месте. Предварительно причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. Известно об одном пострадавшем. 67-летнего мужчину госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом. Спасатели не исключают, что виновником пожара стал именно он. Ведется расследование. Жители же сейчас больше всего волнуют, кто и когда восстановит крышу и за чей счет. По итогам оперативного совещания у главы города принято решение восстановить кровлю. Завтра обещают определить сметную стоимость, а также подрядную организацию. Валентина Аскерова, Анастасия Дороган. День с толком. А причиной этой трагедии точно стал человек. Накануне в микрорайоне Новоселикатный мужчина выбросил кота с пятого этажа. Животное погибло. Инцидент произошел на глазах прохожих, в том числе детей. Жители соседних домов вызвали полицию. На вопрос, почему мужчина так жестоко поступил со своим питомцем, любитель животных, естественно в кавычках, ответил, что кот неоднократно покушался на домашнего попугая. Эти видеокадры и фото мгновенно попали в интернет. Пользователи соцсетей требуют максимально строгое наказание за такое обращение с котом. Сотрудники полиции уже начали проводить проверку. Сегодня в Барнауле коллегия присяжных заседателей начала рассматривать громкое дело о зверском убийстве Михаила Седова. В состав входят 12 человек. Из них непосредственно в процессе участвуют 8. Еще четверо будут находиться в резерве. Коллегия присяжных была сформирована по ходатайству самих обвиняемых. Это двое молодых людей, Михаил Поспелов и Евгений Кочергин. Известно, что им по 22 года. Дни рождения оба уже успели отпраздновать в СИЗО. Их задержали прошлой осенью. Тогда новость о пропаже Михаила Седова потрясла весь край. По версии следствия, парни планировали угнать автомобиль и продать его. Для этого они выследили случайного жителя, которым оказался Михаил Седов. В гаражном кооперативе Поспелов и Кочергин сначала оглушили Михаила, а после увезли на озеро и убили. Присяжным предстоит ответить на несколько вопросов. Виновны ли подсудимые, заслуживают ли они снисхождения и был ли сам факт преступления. К другой теме. В Октябрьском районе открылся портал в Европу. Будто бы. Недалеко от нулевого километра развернулся сквер с лавочками, клумбами и интересными арт-объектами. И на него не потратили ни копейки из бюджетных средств. Как такое возможно в сюжете Дарьи Демиллер. В центре города на Ленинском проспекте на этом самом месте еще полтора месяца назад ничего не было. Сейчас здесь лавочки, клумбы, качели, красивые фонари и даже весь Алтайский край. Точнее, его карта. Но бюджетных денег на этот райский уголок не потратили. Средства на благоустройство Октябрьского района уже не в первый раз выделяют бизнесмены. Это такой конкретный пример того, что деньги положены туда, куда надо и, я бы сказал, капитально. Потому что вот по конструктивам, по материалам видно, что это не на один день и что это будет работать очень долго. В прошлом году также обустроили сквер с противоположной стороны площади ветеранов и уголок с водопадом на улице Кирова. Каждый раз выбирают необычную стилистику, придумывают интересные детали. В новом уголке отдыха, например, есть даже символ Барнаула – дом под шпилем. Всего на этот сквер потратили около миллиона рублей. Одна плитка более 200 квадратных метров. Вот уже цена ложится тут около 300 тысяч, правильно? Вот и все. А вот эти элементы, они не простые, они все требуют достаточно такого кропотливого труда по его изготовлению. Горожане, судя по всему, этот труд оценили. Не было буквально в прошлом году, я не видела. А нынче вот в диагностический центр второй раз приезжай, мне любуюсь. Очень красиво все сделано. Нравится. Здесь раньше было пусто, сейчас преобразилось. Красивая ковка. Ну, очень красиво все. Уголок отдыха в центре города официально открыли сегодня. А у главы Октябрьского района уже готов план дальнейших действий. Северо-запад, ну и все равно делать надо, Вячеслав Городин. Я уже договорился. За год замечательно. Дорида Миллер, Алексей Фризин. День с толком. Стрелок Сергей Каменский триумфально вернулся с европейских игр в Минске. Там бейский снайпер собрал богатый урожай медалей. Две золотые и одна серебряная награды. За всю историю такие старты проводятся всего лишь второй раз. Но за это время уже обогнали по рангу чемпионат Европы. Кирилл Политов успел пообщаться со знаменитым спортсменом. Едва то только спустился с трапа самолета. Да классно было. Все очень здорово. И организация была классная. И сам турнир был очень зрелищный, напряженный. Борьба была не такая серьезная. Все понравилось, все здорово. Старт это серьезный. И отношение было к ним серьезное. И подготовка была очень долгая и скрупулезная такая. В целом-то это главный старт был сезона. Поэтому к нему только и готовились. Золото самое первое появилось в Минске. Это смешанная команда. Мальчик-девочка. Потом появилось серебро в этом упражнении, но в индивидуальном зачете. Потом уже появилось золото с трех положений. Стрельба малокалиберная. Каждая из них. Каждая из них выстраданная, поверьте. Еда вкусная. Минск сам потрясающий город. Белоруссия классная. Я бы хотел туда еще вернуться. Просто вот посмотреть, погулять по городу. А то почти не было времени даже. Не могу похвастаться идеальным зрением. То есть, это же большая работа на зрительную. И глаза устают, конечно. Ну, я не скажу, что у меня плохое зрение. Оно у меня не идеальное. То есть, там где-то 90% от нормы, может быть, сейчас уже. Да, есть некоторые такие нюансы. Действительно, очень большая нагрузка на глаза. И зрение начинает просаживаться. Но в целом-то это распространенный миф, что стрелку нужно зрение. На самом деле мы не стреляем глазами. Потому что глаза – это последнее, что нам нужно. Просто увидеть именно картинку совмещения идеального в прицеливании. Но сама стрельба производится, она несколько иначе. То есть, даже когда-то замеряли, делали интересные научные исследования в плане того, куда направлено наше внимание во время стрельбы. И вот специальные датчики показывают, что как будто бы человек находится, закрыв глаза. Крупный старт у меня остался в этом году. Это финал Кубка мира, который пройдет в ноябре. Сейчас у меня есть достаточно времени, чтобы отдохнуть, восстановиться, сменить несколько деятельностей свою. Потом будем готовиться. И с сентября уже вообще выходим на планомерную подготовку к Олимпийским играм. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. Итоги дня подведем вместе в вечернем выпуске.